Экология, развитие геологии, водных ресурсов, лесного и рыбного хозяйства в регионе. Эти и другие вопросы были обсуждены на совещании с участием министра соответствующего ведомства Серикалибри Кешо. В течение двух дней министр ознакомился с обстановкой в регионе. Рассказал о том, какая в данное время проводится работа и о планах на перспективу. Результаты мониторинга показали, что уровень загрязнения атмосферного воздуха высокий, как в Уральске, так и в Оксае. При этом только 2 из 147 полигонов твердых бытовых отходов имеют соответствующие документы. Это самый низкий показатель в стране. Беспокойство вызывает и состояние реки Урал. Создана программа, подписанная главами двух стран по вопросу общей для обеих стран реки. Соответственно, принимаемые меры основаны на улучшении состояния Урала в будущем. Разработана дорожная карта по оздоровлению реки. В работу включились специалисты и ученые двух стран. Цикл маловодности, он еще идет, и, допустим, за последние несколько лет, стоп, то есть годовой, он уменьшился практически в два раза. На это есть ряд причин. В первую очередь, это и климатические изменения, как мы все знаем. И есть большая зарегулированность, конечно, со стороны Российской Федерации. Но, учитывая все это, и были разработаны соответствующие мероприятия. В 2025 году планируется реконструировать 19 водохранилищ. В данное время ведется разработка проектов по Кирово-Чижинскому, а также каналу Солянка Азнбай-Тайпак. Это позволит сэкономить 800 миллионов кубов воды в год. В целом, после реализации всех поставленных задач, перерасход воды снизится на 1,2 кубических километра. Большая дискуссия на совещании развернулась относительно растущей популяции сайгаков. Крестьяне жалуются, что пастбища опустошаются дикими животными. По официальным данным, численность сайги в регионе превысила 800 тысяч голов. Однако фермеры утверждают, что популяция более 1,2 млн. особей. Были высказаны предложения для решения проблемы. Самая главная проблема в воде. Раньше, в местности Камыс-Самар, где было много сайги, там было около 100 мелких озер. Многие из них пересохли. Сайга осталась без воды, поэтому мигрировала. В 80-х годах прошлого века на степную антилопу велась легальная охота. То есть количество стада контролировалось. Позже практика была запрещена, а несколько лет назад в результате опасного заболевания был массовый падеж сайги. Принятыми мерами популяцию удалось восстановить и приумножить. Ученые высших учебных заведений региона уже несколько лет занимаются изучением сайгаков. И у этой работы есть результаты. Вопрос требует всестороннего изучения. Разработана программа на 2023-2025 годы, а министру было предложено использовать готовые работы местных ученых. Также для разрешения конфликтных вопросов с сельхозтоваропроизводителями совместно с Министерством сельского хозяйства и Ассоциацией агрострахования в Казахстане прорабатывается механизм возмещения вреда сельскому хозяйству по траве дикими животными через систему агрострахования поселок сельскохозяйственных культур и пазмищ. Это не проблема, которую можно решить за один год. Предложения ученых, местных жителей, фермеров также важны. Когда будет создана специальная комиссия, ее состав включат местных ученых и экологов. По итогам совещания составлен протокол и внесен ряд предложений. Чтобы обе стороны удовлетворить, решить проблему взаимовыгодно, нужна повседневная работа. От того, что один приехал, провел собрание, пользы не будет. Надо создать хорошую программу и дать на рассмотрение. У нас было предложение позже и к Каспийскому бассейну сделать плавучий шлюз. Рассмотрите этот вопрос, потому что, на наш взгляд, не используем на 100% талые воды. Приходит много воды, особенно в этом году мы это увидели. Мы должны максимально использовать эту приходящую воду. Мы готовы со своей стороны на собственные средства изготовить эти шлюзы. Но требуется ваше разрешение. По окончании встречи министр экологии и геологии природных ресурсов Республики Казахстан, Серик Алибрикешев и представители других ответственных органов приняли жителей по личным вопросам, а также ответили на вопросы представителей СМИ на брифинге региональной службы коммуникации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова